итак вот что мы делаем с мышцами когда вот эти вот такие вот ну то что назвали змейкой представьте змея она состыкована до из разных частей и соответственно тогда позвоночник здоров когда вот эта змея эта волна она идет по всем позвоночнику если где-то запускаем импульс отсюда например до головой и до ног запускаем сверху до конца тела и мы помогаем этим движениями сделать тут разом движения и также еще и диагностируем этим диагностируем где волна заканчивается да значит там есть блок функциональный блок соответственно что мы пытаемся когда сработать позвоночником до моего вот так пальчиками друг об друга до другими приемами более сильными то же самое с валиком мышц мы так уберем его и стязком показать ночь вот мы ее вот так отпускаем разминаю когда боковые мышцы берем вот эти крыловидные до желчащие мышцы спины мы широким захватом так массируем и вот есть такой же движение пальцев из классики кольцевой захват в принципе это то же самое да да вот так вот только еще пальцами дальше пальцем помогает домассировать да да и на ногах и в общем везде и на руках это все можно проходить потом мы тоже самое делаем усиливая то что превращаем с тем что превращаем нашу руку в лапу леопарда да то есть мы костяшками же пальцев тоже начинаем сжимать против большого пальца вот тут можно пройтись вот этими захватами да можно пройтись хаотично вот так как бы стараясь ущипнуть всю эту массу и переходим к тому что вот эти вот приемы покажу то есть мы проходим любыми способами есть такой еще вмесить тесто или как капусту кашину так узнать когда всю кожу так мы сжимаем и растягиваем сжимаем растягиваем все целиком да нет это пока еще не ответить мясо в костей это другой прием соответственно это вот мы несколько проходу делаем вот тут вот тут вот сбоку вода вот здесь вот и хаотично тоже так пожимая да потом переходим на эти паравертебральные мышцы и снизу вверх тоже нужно просто ключах становится чтобы вы понимали еще раз повторяем мы работаем сегментами сверху вниз конечности а да а все движения делаем снизу вверх сердце от конечностей так и соответственно тут мы делали вот такие вот замки открывали помните то есть это практически тоже самого движения то есть вот тут мы как раз отрываем вот этого вот это валик большой от позвоночника то есть наша задача максимально его ввести от позвоночника впиваясь да вот сюда вот растяжками вот этими уже раздвигали да но раздвигались снизу вверх до самого ваше движение снизу вверх в этом случае мы тоже декомпрессии начинаем включать от чего идет компрессия то что все эти вертикальная дар ответственность позвоночник со всеми массы которым это носим она упирается в крестец и дает поэтому самое большое принят одна из причин почему самому большое самое часто бывает грыжи именно здесь или 5 с 1 этот переход все нагрузка получается да и много туда и заболеть до вся нагрузка сюда поэтому ну там если и марта вам люди будут проносить у них там грыжи и шерина бывают и грудного отдела то есть вот это уже воздействие для декомпрессии вот такой то есть ключики открываем раз два раз два раз два следующий прием это когда у нас кулак идет вы можете маневрировать либо плоскость кулака получается утяжки да можно разводить от центра можно вот так вот про вибрировать вот так вот отдельно да и вот когда мы одну руку оставляем открывающий замок а другую так запускаем да это получается как будто в матры шлюз развернули да и пустили вот туда еще раз открыли да и вот такой вот широко да открыли и спустили открыли и спустили открыли и спустили вот туда как раз самое время для этого движения потому что до этого мы тут уже много чем разогнали да много там увеличились метаболизма да какие-то венозные там густо начали расходиться и нам сейчас это все надо спустить вместе с лимфой туда восхожие каналы у нас туда подключичная впадина подмышечная впадина и паховая зона то есть еще туда огонь что быстрее за минуту все это выходило вся эта грязь и добавляем в конце резкую вибрацию кулаком то есть для чего мы делаем вот все эти движения уже идет плавно до утюжком либо костяшками наниверировать по сторонам пасты и посильнее можете нажать кому-то это нужно кто-то любит пожестче вот потом этот кулак разворачиваем вот так вот в эту сторону да и уже вибрируем достаточно быстро и резко сильно сильно да и с утяжелением опять же можно тяжелее добавить и уже вибрируем да вот так по всему позвоночнику растрясаю вот так вот вверх нарисуем другим цветом черным прямо рядом с позвоночником прямо вот это паравелитебральные мышцы и соответственно потом несколько раз просто растерли уже так грубо растерли большими такими движениями вверх 23 проходит там будет 4 может быть некоторых и как бы дальше уже переходим к локтевой работе что же называется нож входит в масло нет по гребену подошли кости соответственно то есть ямочка такая да и вот гребень от нее растет и идет вот так вот вот туда немножко рисунок схематичной конечно переходит потом ягодицу ягодичные мышцы крепится чуть ниже вот и соответственно нам надо пройтись вот так вот движение всем изображаем красным цветом вот сюда вот прям по нему впиваемся от самой узкой части до шлюшки решили наши купить решили ешь локтем даже вот и аж локтем в конце графись отодвигая старается бедро отодвинуть до закончил движение там и поэтому в итоге она же заканчивается на самом деле вот так вот раз круг два круг три четыре здесь вокруг этой точечки мы завершаем движение вспоминать это зарисовываете и записывать а второй рукой в этот момент мы вибрируем в обратную сторону вот опять это предплечье отодвинув позвоночника уже поставить если здесь мы стали вот тогда то здесь мы ставим там близко позвоночник и еще раз состоящим позвоночник назад идем назад его расстрахивать приближать таким образом обе руки то есть да это движение сложно можете потренироваться отдельно на тренингах мы пришли отрабатываем то есть одна рука делать круги на другом ты бежут для того чтобы и вот не сблизились до на практике чтобы это понимать вы просто поймете что мозг будет одном из ваш круг или считать каким-то автоматом выключить тут это автомата и это значит пошла убежусь а за это следите либо это уже включили автомата а следить за этой глазами за куда следить это 2 доходит легче получится совмещать эти асинхронные движения разными руками вообще есть специальная практика когда учится вот так другой да и вот так вот большой мах до этого будем еще тоже отрабатывать вот когда они сблизились да мы вдоль этого гребня этим локтем потом ставим лопу сутатом туда в гребень подбиваем мы его стараемся отодвинуть несколькими такими ударами получится вот как бы опять же декомпрессируя вот эти вот сжатия где у нас грыжа чаще всего мы это делаем и заодно опять диагностируем спрашиваем отдает ли от этих ударов сюда человеку после места если не отдает значит грыжу не пережимать нервный крышок или вообще скорее всего нет это грыжа или она просто маленькая мышла в бок не мешает человеку дискомфорт и не приносит а иногда бывает прям прострел идет в ногу тогда уже все задет нет и иннервация идет в ногу простучали достаточно раз это же диагностика это не надо мучить человека и обратно вернулись вибрации отсюда вот локтем где думаешь такой столько вибраций и у нас локоть уже установился вот в это соединение звездочка вот откуда мы будем дальше все вот эти вот лоцевые работы вести продолжаете декомпрессировать вот он пошел отодвигать эту мышцу вот так вот спирали видно в сторону вот туда вот как видите да во всем опять же просто повторю что вы можете универсировать делать по площадке когда вы посмотрите гонечку да где у вас вот этими двумя косточками нажатия либо самой самим острием локтя если кому-то она пожестче и наше движение как видите вот они с этой стороны идут в эту сторону потому что приближается к позвоночнику они здесь его вверх подбивает то есть мы стараемся залезть локтем именно как можно глубже чтобы уцепившись за реберное сочленение каждый позвонок чуть-чуть вверх продавить то есть мы его еще раз декомпрессируем 23 прохода можно сделать один раз там возле подолочка прямо рядом рядом другой раз там пошли же можно сделать даже не будут рисовать и каждый раз возвращаемся мягкого для мягкости я даже это ну опять же делаю движение другой рукой то есть вот это рукой и задает движение ведь локоть идет волной того да он самому обучается идет еще запясть расслабляется вот так и чтобы умершего вам показать и дальше рука встает в технику рубанок рубанок это что значит вот она вернулась назад вот мы вернули сразу перехватили будем работать до всем под плечем да вот такие движения и вот такие да для закрепления можно вторую руку усиливать как угодно ну вот так вот так похоже на рубанок нам да реально но может спросить как угодно можно так схватить можно так схватить можно так схватить в общем как вы хватаете это просто вот эти названия уже понимаете они же не какие-то там академические да это для того чтобы легче было запоминать эти приемы но входит масло потом вибрация и потом рубанок значит что мы делаем во первых мы большими поверхностями вот всю ягодичную область вот так вот стрелочки получаешь до широкому так фух отводим потом вот этого часть вот так вот отводим что ж такое мы сегодня со стрелочками и широко отводим вот эти вот мышцы туда вверх это все лопаточную зону вот тут как раз за лопаткой бывают большой комок этих мышц особенно целью которую сутуляться вот и вот тут вот как бы саму лопатка мы сдвигаем туда уже кому тут находится да вот мы его сдвигаем вот сюда подальше впиваемся потом руками в шею вот сюда обоими заканчивая туда вот уже то есть вот так разошли когда подошли к шее и переходим туда растягивая шею как у нас вот так вот так вот обоими руками да это будет следующий сет а этот давайте запомним это 2 значит что у нас тут ключи и нас ключи как они как открыться шлюзов открытие шлюзов ключи и шлюзов более жесткие вибрацию кулаками да ну и растирание тоже кулаками вибрации да и кулаками и локтями дадут тут уже и уже прием декомпрессии пошли так и вот мы локтями переходим в то что привались вот сюда растягивая мышцы трапеции и плечо в разные стороны ну соответственно понимаете то что мы по планке делаем все это зеркально делается растягиваем разные стороны и переходя вот сюда большими такими вибрациями как можно ближе или параллельно ставлю ногти до такими большими растрясаем все тело ну давайте вот такой плавной линии покажу до 3 доходим опять вот до вот этой точки приложения наших усилий она находится вот либо сам крестец до него даю либо сам гребень запад под подвозьм костей он еще гребень немножко выбирает вот тут у нас крестцом бугорок вот такой то есть у него еще один тоже потому что он тоже сейчас суставы между соединением гребень и подвозьм костей и крестцом тоже и суставы небольшие про никто не забываем установили локоть сюда 1 до 2 как можно ближе к нему и буду показать суток вот рукой кулачок вот почти у самого позвоночника но не касается вот этих вот артистах отростка да и второй рукой мы разводим вот еще раз вот и тут у нас переходим к приему ставить лодочки да такие 1 1 1 для декомпрессии да да это короткое движение она как мы уже могу уже расстояние там все сделали давно да это именно вот постараемся внедриться между сегментами позвоночника сегменты как вы помните за два позвонка до со всеми образующими вокруг вниз вот этими отростками диском между ними да и маленьким короткими мышцами которые все вот это удержит эту систему здесь на таросик на 3 я думаю как бы умеждение пытаемся разжать это все движение плечами чтобы вес туда добавить разжимайтесь продолжаем делать декомпрессию ну а визуально это похоже что мы вот вот этого причала ставим такие лодочки но яхты потому сейчас начнется регата на яхтах вот разжали да и стали потом вернулись обратно опять установив локти здесь дальше да и вот такие большие похоже как мы делали нож в масло до входил так только обоими руками мы входим в тело да и расширяем его большие вот эти вот волокна то есть получается ребята 1 яхта прошла 2 это пошла 3 это прошло и 4 пошла дальше 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 вмешаем то есть тут по уже раз два три четыре условного сегмента потом на три сегмента разбили спину потом на два сегмента разбили спину да и опять же возвращаемся обратно уже вот раздвигая спину широким хватом вот так растянули ее раскачали его так куда и потом одним флотом техника бульдозера до 6 сет номер три бульдозера лодочки регата и вот бульдозером мы спиваемся в этого то есть гребень положу гости до или в крестец там его задерживаем а второй локоть отводим со всей силы надеюсь на него массы тела то есть вот мы соединили да и 1 практически на месте на параллельно жасим параллельно шли заваливаясь и доходя аж даже вот туда то есть тут даже еще и шейные позвонки может хрустнуть в этот момент как раз происходит достаточно много тракт трастов которые декомпрессируют и раздвигают вот эти но в основном это ребра это ребер подозршим сочинения я в том что на самом деле мы его сами позвонки тела позвонков во первых модернизм достания очень глубоко во вторых мы их не можем раздвинуться только друга это будет на больно человеку ли травма потому что жестко скреплен с этим с диском межпозвоночные движения а вот эти отростки которые растут да вот собственно говоря в них как вся проблема у них есть связки с ребрами да и два отростка вниз и вверх соединяется с позвонками соединяя позвонки друг другом собственно говоря там то собственно в этих суставов идет хруст вот этот раз два три четыре тут можно спросить даже до шеи может пропустить ну как правило я я людям обычно и говорю что вот видите что то я вам на место уже поставил то есть уже как бы такой небольшой плюсик как бы уже сделано человеку до этого да 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 я как бы зафиксировал себя они отвечают соглашаются то есть но вообще-то я каждый раз людям еще приговариваю что мы делаем да для чего делаем но особенно новичкам на который первый раз пришли и учу их дышать или как руки там положить или еще до совсем эти грубокий глубоких локтевых работах тут основном только локти уже пошли да я им говорю так выдохнуть выдохнуть на вдохе не говорю только долго буду пока будет дыхать пока выдыхать просто выдох 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 когда нажимаем на ребра на грудную клетку там где легкие находятся да во вторых на выдохе расслабление больше у человека и потом я предупреждаю возвращаясь назад до локти что а теперь я перед этим движением а теперь я сделаю то же самое но только посильнее поэтому выдохнули и расслабились долго так и вместе с подсказываю и можно пройти второй раз когда вы почувствовали что где-то на том вот ребра выпирают сильно да или какая-то вот как-то спазм там езда то можно прямо на этих местах уже там 23 раза локтем нажать прямо 4 даже отсюда нет это на ребра самом да это вот чтобы понимали роверная дуга она проходит тут вот примерно по замочник соответственно практически на нее нажимаем то есть как это делаем либо посильнее акцент да если бросил это я помню за счет движения